Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Ольга Сафронова. И в этом выпуске я расскажу вам о новинке из фонда Дворца книги Бюро проверки Александра Архангельского. Александр Архангельский известный российский писатель, ведущий, публицист, профессор высшей школы экономики, автор десятка книг, в числе которых и детские учебники, а также циклов документальных фильмов, член Союза писателей России. Александр Архангельский печатался во многих известных газетах нашей страны. Александр Архангельский лауреат многих журналистских премий, а за роман Бюро проверки он получил премию «Большая книга». Бюро проверки – детектив, история взросления, портрет эпохи. Действие романа разворачивается в 1980 году. Книг замечательно передает атмосферу 80-х. Приметы времени прописаны тщательно и узнаваемо. Чайный гриб на подоконнике, автоматы с газировкой, бочки с квасом, чай со слоном. День первый, 19.07.1980. Поезд ехал три дня и две ночи. Вагон был набит под завязку, пахло подгнивающими помидорами, мужички дымили горькой примой, и по коридору расползалась Марьева. В соседнем купе днем и ночью звенели стаканы. Там смеялись, плакали, ругались и мирились, чокались и пели в разнобой. То поутру они проснулись, то мимо пролетают поезда, то не жалею, не зову, не плачу. Кто-то резко ударял по струнам и, заглушая пьяную компанию, рычал. Но что-то кони мне достались, привередливая. Купе благоговейно умолкало. В Рязани объявили долгую стоянку, через весь состав проследовал наряд милиции. Милиционеры были в синих форменных рубашках с коротким рукавом. За ними, безвольно свесив язык и тяжело дыша, плелась овчарка. Сухощавый капитан пролистывал паспорта, смотрел прописку и нагородним приказывал выйти. Ну да, гражданочка, билеты продали. Они имели право продавать. Столица нашей Родины – Олимпиада. И, приподняв фуражку, промокал платочком лысину, продолговатую, как самаркандская дыня. Я помнил, что сегодня олимпийское открытие. Газеты привозили в стройотряд еженедельно. Радиоточка гремела от гимна до гимна с 6 до 12 ночи. Союз нерушимый, республик свободных сплотила навеки Великая Русь. А в Сосокольском штабе был почти исправный телевизор. По вечерам я удлинял антенну на транзисторном приемнике, приворачивал к ней тонкий медный провод, закидывал его на крышу и слушал короткие волны. То религиозные беседы Гаккеля на Би-Би-Си, то проповеди Шмемана на Радио Свобода, то набредал на Радио Израиля и не мог удержаться от смеха. Отряд получил боевое крещение. Заодно проглатывал и вражеские новости. Слышно было несравненно лучше, чем в столице. В степи глушилки ставить бесполезно. Если бы тогда на факультетском комитете комсомола я получил желанную рекомендацию, не пришлось бы ехать в этот чертов стройотряд, а значит, не пришлось бы возвращаться прежде срока. Выучил бы польский или чешский, а может быть, чем черт не шутит, и мадьярский с его зубодробильной фонетикой. Встречал бы туристические группы в Шереметьеве, по вечерам писал секретные отчеты для кураторов из комитета, а часов с 7 утра стоял бы сонный у входа в гостиницу «Спутник» и торопил похмельных чехов, венгров, югославов и полеков. Товарищи, автобус ждет. Товарищи, аутобус чека. Молим-то, иди у автобусу, у лузы у кабину. Но мне рекомендацию не дали. Комсомольский секретарь пропихивал своих девчонок. Пришлось отправляться в дальний стройотряд, где все, что творилось в Москве, казалось чужим и далеким, кто бы не рассказывал. Советский ведущий торжественным голосом или западный диктор глухим. Дорогому Леониду Ильичу вручили орден золотой звезды вьетнамского героя. Июньский пленум выражал поддержку братскому афганскому народу. Академик Сахаров, еще зимой отправленный в закрытый город Горький, заявлял решительный протест. Хорошела олимпийская столица, наши давили душманов, маджахеды бились за свободу, несколько спортивных федераций подключились к бойкоту Москвы. И тут же музыкальные сопровождения. Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте, выигрыши даже начинающий. Красота! Средь бегущих первых нет и отстающих, бег на месте общий примеряющий. На вокзале пахло горячим асфальтом, свежие лужи сияли. Торговцы шумно выгружали помидоры, проводницы протирали поручни. Дамы, подобрав края цветастых юбок, царственно спускались по ступенькам. Вдоль вагонов пробегали торговки и умоляюще взывали к пассажирам. «Картошечка с укропчиком! Беру!» – прокричал я, высунувшись из окна. «А вот кому соленые огурчики!» – немедленно подскочила торговка. «И огурцы! Пиво, с вас три рубля! А почему так дорого? Уступим! Два пятьдесят!» Я вернулся в купе. Моим попутчикам пришлось сойти в Рязани. Снят тяжелые и неудобные очки, протер холщовой тряпочкой царапанные линзы. Стекла дорогие, цейсовские. Папа где-то раздобыл по блату. Их пора бы поменять, только где сейчас достанешь новые? Откупорил прохладное пиво. Этикетка на бутылке отпотела и сползла, как переводная картинка. Выложил картошку на промокшую газету, а курицу на жирный целлофан. Серой горкой насыпал кристаллическую соль. Посмотрел с вожделением. Вспомнил, что перед едой не помолился. Вздохнул. Пробормотал скороговоркой. Ясти и пите рабом твоим. Вот теперь совсем другое дело. Благодать. Правда, жарко и душно, как в бане. Зато перекреститься можно не скрываясь. Кстати, вот какие отзывы оставляют читатели. Давно не читала таких хороших романов. Это сплошное детство и ностальгия. Теплые, светлые, счастливые 80-е, когда все еще впереди и все вокруг абсолютно ясно. И запретные темы, и запрещенные книги – лишь способ слегка пощекотать нервы и приобщиться к касте посвященных. Радует старательная безоценочность. Определенно стоит прочтение. Редкая книга, которую я с удовольствием рекомендую. Я подсел на роман сразу. Реалии, особенно детали, позднего застоя узнаваемы, правдивы. Образы героев в большинстве типические, очень характерны. Кроме того, автор тематически задел за живое. Для этой эпохи характерны поиски смысла. Книга удалась. То, что удалось, всегда хочется еще и еще раз обдумать и перечитать некоторые моменты. А бюро проверки именно такое. Роман стоит того, чтобы прочитать. Александр Архангельский – литературовед, журналист, критик и только потом писатель. Это выражается в языке. Язык такой, что получаешь удовольствие от чтения. Мне кажется, автор сам с удовольствием вписывал разные словечки, чтобы фразы ожили. Сюжет затягивает постепенно. Он продуманный, тонко сплетенный. Спасибо автору. Роман заставляет задуматься. А это так редко встречается в современной литературе. Вот теперь совсем другое дело. Благодать. Правда, жарко и душно, как в бане. Зато перекреститься можно, не скрываясь. Всю дорогу приходилось складывать пальцы щепотью и солить еду крест-накрест, чтобы никто не заметил. И крестик я на всякий случай подколол с изнанки, под кармашек. Мало ли какой попутчик попадется. Донесет, проверит документы, сообщат в Московский императорский университет. В 80-м стало модно так его именовать. И доказывай потом, что ты не верблюд. Нет, береженого Богу бережет. Только что прошла обвальная гроза. И за окнами сверкала зелень. А там, в степи, все было плоское и желтое. От деревьев тянулись облезлые тени. Бараки из серого шифера были сколочены наспех. Стекла в окнах заменял полиэтилен. И все время уныло, зудело мошка. Мы ходили в марлевых накидках. Защищая от гнуса не только лицо, но и уши, и шею, откинуть марлю было невозможно. У курильщиков на месте рта образовывались никотиновые пятна. В воздухе висели черные гудящие шары. Вдоль бараков шастали в белом то ли бедуины, то ли мумии. Сальвадор дали калмыцкого разлива. Зато теперь с изнанки стройотрядовского куртица был пришит самодельный кармашек, а в кармашке пачка новых серых сто-рублевок. Всю дорогу приходилось корчить из себя мерзляку. Я накидывал куртку, полуспал, маринуясь в соленом поту. Проснувшись от резкого лунного света, в ужасе ощупывал подкладку. Уф, порядок, все на месте. И заработанные деньги, и та довоенная запонка из темного безжизненного янтаря, пробитого медной заклепкой. Вместо стерженька – короткая латунная цепочка с овальной пластиной окреплением. Священная реликвия оттуда. Вообще-то я планировал вернуться к сентябрю, незадолго до защиты кандидатской. И заработал бы намного больше, как минимум тысячи две, а может и две с половиной. Но четыре дня назад я получил письмо. Прочел его раз, прочел два. Смысл выходил до меня неохотно, как всегда бывает с неприятными вестями. Однако вариантов не было. Я отвел в сторону бригадира и промямлил что-то про невесту, попросившую вернуться. Что, залетела? – ухмыльнулся бригадир. – Нет, Леха, да будет врать-то. Ладно, че тут, поезжай, тудем-сюдем. А то еще пропустишь сроки, окольцуют. Но за это вычту треть. Мне работягам надо компенсировать. Сам понимаешь, договор есть договор. Бригадир на то и бригадир, чтобы не оставлять себя в обиде. И вновь продолжается бой, пела дорожное радио. Поезд полтоядно перестукивал колесами. Вдруг песня всхрипнула и захлебнулась. Начальник поезда шершава дунул микрофон. Прибываем на конечный пункт. Станция Москва-Казанская, десятая платформа. Я вышел на перрон. Встал под опасное желтое солнце. Пахло асфальтом, мазутом. Грузчики орали вечное «пы-сторонись», хотя «пы-сторониться» было некому. Из вагонов вышло несколько случайных пассажиров, остальных поснимали в Рязани. Москву я узнавал с трудом. Площадь трех вокзалов освежили поливалкой. На дороге заменили рваный слой асфальта. Наспех покрасили рыхлые стены домов, оставляя густые затеки пузырчатой краски. В продуктовом заменили вывеску «красная Р» выпирала горбом и алкоголически заваливалась на бок. А в середину закругленной площади, как белый стержень в солнечных часах, был воткнут на крахмаленный милиционер. Сияющая чистая рубашка, рафинадная фуражка с золотой кокардой, полосатый игрушечный жезл. Но площадь при этом безлюдна. И машины проезжают редко-редко, как в кино про сталинские годы. А где рояющаяся масса пассажиров? Где их коричневые чемоданы с металлическими уголками? Где разлапистые серые баулы и зеленые брезентовые рюкзаки? Где каучуковые дети, скачущие по мостовым? Стой, куда тебя несет? Взял бабу за руку? Баба рассердится. Ну же! Асфальт сияет лужами, бликуют солнечные зайчики, шелестят разношенные шины. И вокруг зияющая пустота. Загадочная телеграмма заставляет главного героя книги аспиранта Алексея Наговицына вернуться из строя отряда. Действие романа занимает всего 9 дней. Но в этот короткий промежуток умещается все. История любви, религиозные метания, просмотра запрещенных фильмов и допросов КГБ. Все, что происходит с героем, это не случайность. Кто-то устраивает ему проверку на прочность. Чем же закончилась история аспиранта Алексея Наговицына? Узнать это вы сможете, прочитав эту книгу. А найдете вы ее в центре чтения Дворца книги. А вы читали Александра Архангельского. Делитесь в комментариях.